События непосредственно на местах также развиваются, об этом сообщает Генштаб, Министерство обороны Украины, и мы с радостью предоставим вам эту информацию. Итак, по состоянию на вечер 8 марта, оккупанты не прекращают штурмы города Бахмут, также противник продолжает попытки прорыва обороны украинских войск на Купинском и Лиманском направлениях. Уже известно о том, что и на сегодняшнее утро эта информация остается актуальной. Враг в течение суток нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также использовал беспилотники типа Шахет-136, дроны ликвидированы. В течение текущих суток враг обстрелял районы населенных пунктов в Черниговской и Харьковской областях, причем эта информация поступила еще до массированного обстрела, который вражеские оккупационные войска применили в отношении мирных украинских городов и населенных пунктов за последние несколько часов. Ну а сейчас, Вова, я предлагаю поведать нашим зрителям, что конкретно происходит на различных направлениях фронта. Это очень важно. И так непосредственно театр боевых действий. Начинаем. Если говорить о ситуации на Купенском и Лиманском направлении, то оккупанты продолжают попытки прорыва обороны украинских войск. Враг ввел безуспешные наступательные действия в направлениях Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Осуществлял арт-обстрелы ряда населенных пунктов. Бахмутское направление. Там враг продолжает наступать и не прекращает штурм непосредственно города Бахмут. Защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелом подверглись Железнянская, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Азаряновка, Делиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Если же говорить про обстановку на Авдеевском и Шахтерском направлениях, здесь все то же самое. На самом деле враг пытается осуществлять неудачные, неуспешные попытки штурма. Давайте сейчас более детально. Итак, противники ввели наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северная, Первомайская, Небельская и Новомихайловка, Донецкой области. Также очень важно отметить в этой ситуации, что вражеским обстрелом подверглись более 15 населенных пунктов. Запорожское и Херсонское направления. Там противник ведет оборонительные действия. Обстрелом подверглись районы более 30 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения. Не забываем также, друзья, отмечать еще важнейшую информацию. В частности, вот что мы имеем в виду. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточнения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Отметим также, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили командный пункт захватчиков, что, безусловно, очень важно.